Вентиляторы охлаждения двигателя 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 Но при включении кондиционера он включается у вас сразу На старых машинах вентиляторы имели 1-2 режима скоростных На новых это многоступенчатое регулирование Через блок управления двигателем сюда поступает команда И регулируется обороты мотора Или беступенчатый или очень много вариантов Так как он много работает, то естественно электромотор нагруженный И естественно изнашивается, выходит из строя Не будем говорить про механические повреждения при авариях Как бы нас это не касается Ну понятно, здесь может сломаться все что угодно Значит, что изнашивается у этой детали Значит, в принципе, в первую очередь изнашивается мотор Да, но до тех пор, пока Не произойдет либо большого износа по валу Когда у вас появляется люфт сильный Либо когда износ щеток Они в принципе доступны Их там даже можно поменять Но это не предусмотрено конструкцией По большому счету Но, скажем, продувка его регулярно И удаление продуктов износа оттуда Продлевает ему жизнь на довольно ощутимый срок Значит, когда мотор А как это делается, продувка? Это со снятием вентилятора? Надо разбирать? Нет, просто вот ребята берут этот самый пистолет И продувают просто Да, тут прям вылетает куча вот этих А там же угольные щетки И угольная пыль садится там в разных местах А это удаляет ее и хорошо получается Когда у вас мотор подизношен Увеличивается ток, требуемый для придачи вращения двигателю И, соответственно, ток больше и на блоке И чаще всего получается, что сгорает блок То есть визуально кажется, что напрямую подаем 12 вольт Мотор работает, а блок сгорел Но обычно причина сгорания блока именно в том Что мотор потребляет слишком большой ток И не выдерживает, соответственно, уже платы здесь В принципе, Volvo сначала на вот этих машинах На S80, да, это поколение S80 с седьмого года по шестнадцатый То есть это S80, XC70, XC60 Они блок поставляли отдельно На те вентиляторы, которые с одним мотором Бывают еще с двумя Но потом отказались Именно в связи с тем, что выход из строя блока Как я уже сказал, связан с общим уже износом мотора И они посчитали нецелесообразным То есть замена блока не позволяла увеличить ресурс вдвое Получалось, что она какое-то время работает Потом опять дохнет И от этого было Отошли Перестали поставлять Деталь она стоила около пяти тысяч рублей Около шести, по-моему, там, да Но сейчас ее купить нельзя Вернее, ее делают китайцы Естественно, китайцы делают у нас все Стоит на три с половиной тысячи рублей В принципе, если вы уверены, что у вас мотор еще ничего То да, можно поменять и сэкономить кучу денег Соответственно, и какое-то время еще поездить Но по-хорошему, конечно, лучше поменять вентилятор на новый Но цена нового на модели S80 около 30 тысяч рублей Что с одним Это S80, которая после 2007 года С седьмого по шестнадцатый В принципе, в качестве эксперимента мы ставили вместо одного двухмоторный Вместо двух одномоторный В общем-то, это все работает Слушай, а двухмоторный более эффективный вентилятор? Тут какая схема? У тебя на том, у тебя один работает на мотор, второй чисто на кондиционер Маленький То есть, когда включается кондиционер, включается маленький А здесь работает мотор всегда Он просто более нагруженный получается То есть, эффективный, пожалуй, нет Там по площади примерно... По идее, двухмоторный вентилятор, по идее, должен дольше служить Ты знаешь, пожалуй, да, этих спрашивают больше Правда, двухмоторных и меньше, с другой стороны, машин Ну, не знаю Но они взаимозаменяемые Да, мы ставили, все работало Хотя, вроде как, не должно быть Ребята, ставьте двухмоторные вентиляторы Хорошо Так, значит, что вы можете... Какую альтернативу этому изделию вы можете, соответственно, 30-тысячному найти? Значит, в принципе, в природе появились неоригинальные вентиляторы Они, конечно, тоже китайские, естественно Вот это совсем дешевый вариантик, да? Видите, он идет без блока Зато с мочалкой Ну, это, чтобы не побить Значит, такую стоит 4,5 тысячи Но к нему надо еще купить блок Итого будет 8 А, он без блока Это китайский ноунейм, да Блок китайцы делают Нет, они делают Выучились, но отдельно Они делают, да, как бы есть с блоками Вот фирма Polcar Она продает тоже китайские изделия Они около десятки стоят А это почем вентилятор? 4,5 Ну, я говорю, без блока С блоком будет 8, соответственно Ну, к сожалению Практика есть? Практика есть, да Я вот сейчас хочу сказать Мочалка Ну, бросил ее сюда Вот Это был S80 Вот у нас вентилятор от S40 С мотором 2,4 То есть с 2004 по 2010 год Китайский? Да, это тоже китайский Но это тоже фирма Polcar Но это производство Китая Они размещают там заказы Они сделаны гораздо аккуратнее, чем Что я вам показал Но вот в этом сезоне Мы продали около десятка Этих вентиляторов И два из них вернули по рекламации Один не пошел сразу То есть его поставил Даже не включился И один Проработал несколько дней Хотя остальные до сих пор и ездят Как бы из прошлого года Мы их тоже продавали много Тоже примерно такой же процент То есть А вы по гарантии решили вопрос? Клиенту мы всегда решаем вопрос Естественно По гарантии Когда тут гарантийный случай Однозначный Без всяких проблем Вот Значит Слово продавца Значит Ну вот Тротина такая То есть Место 25-30 тысяч Около 10 В принципе В основном работает Но брак бывает К сожалению Также на рынке можно найти БУ В зависимости от спроса Они там стоят Там от 8 до 15 тысяч Вот на современные модели То, что Пользуется большим спросом И К сожалению Их тоже не всегда много И тоже То, что Привозим из-за границы Не всегда хорошо Потому что Та же Америка Там жарко И они работают Там больше, чем у нас Ну смотри Какая Америка Южная Северная Какая бы никакая Алексей У нас Северная Америка Находится на шарте Канады Да, грубо говоря Ну хорошо Сейчас мы не про географию Географию Хорошо Вот Особенно южные штаты Вот мы машину брали Из Флориды Из Калифорнии Они Конечно В хорошем состоянии Но говорю Там все-таки Это работает Визуально в хорошем состоянии Эта вещь работает там всегда Она там гораздо более нагружена Вот Поэтому Как вам повезет Может быть вы поставите И будете счастливы ездить Еще Там Несколько сот тысяч А может быть он сдохнет Довольно скоро Вот такие у вас альтернативы По вентиляторам К сожалению Нету На рынке Не представлены Вентиляторы Тех фирм Которые делают на конвейер А кто делает на конвейер Они известны Были бошевские Раньше Вот их можно было купить Помнишь На 940-960 Бошевские Можно было найти Сейчас их тоже уже нету А кто делает Для вот этого поколения Неизвестно Там нет маркировки никакой Вот И к сожалению Вот такое резюме Что Выбор Вот из этих То есть Китай Оригинал БУ Пожалуй все Пожалуй все Вот ребят Мы рассказали Про вентиляторы охлаждения ДВС двигателя Про цены сообщили Если есть вопросы Пишите Если понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Кирилл Алексей До следующих встреч Пока Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok